Гуманитарный груз из Алтайского края прибыл в пункт назначения. 4 тысячи километров за три дня. Ценную передачу везли без остановок. Был мороз сильный, и ветер, буран, снег валил. Надо было быстрее доставить груз. Вот и ехали. Принимать технику для Южного военного округа в Ростовскую область приехал наш земляк, фельдшер медицинской роты. До мобилизации Николай работал наскоро в Бийске, теперь помогает бойцам СВО. Если тяжелый раненый, то прямо на носилках, на раскладных, в проход укладываем и уже начинаем здесь оказывать помощь. Остальные бойцы, средние, легкие, раненые, как говорится, во все свободные места. Кроме автомобиля Николай привезет в часть передвижной цифровой рентгенаппарат. С подключением к электричеству или генератору его можно использовать в любом помещении. Технику для военных медиков на общую сумму более 10 миллионов рублей приобрел депутат Госдумы Александр Прокопьев. Ранее он отправлял фронтовым госпиталям генераторы, постельные принадлежности, медикаменты, а также две партии медицинских конюль для внутрикосного введения препаратов в тяжелораненым. Буквально неделю назад я побывал в госпитале в Олейске. У многих наших ребят осколочные ранения и в таких случаях огромное значение имеет точечная диагностика. И сегодня я передаю два цифровых рентгенаппарата для наших госпиталей в зоне специальной военной операции. Передвижные рентгенаппараты доказали свою эффективность во время пандемии. С их помощью делали снимки лежачим больным, тут же оценивая цифровую картину. С тех пор аппараты на вооружении краевых больниц. Не обязательно ждать описания рентгеновского снимка. Он может посмотреть и увидеть на наличие переломов, осколочных ранений там. И думаю, любой врач, травматолог, хирург, он, посмотрев на картинку, он поймет зону поражения и вообще, как ему дальше выстраивать свою тактику лечения. Еще один рентгенаппарат и санитарный автомобиль получил начальник прифронтового госпиталя Центрального военного округа. У нас вся аппаратура, которая находится в отряде, она не стационарная, потому что отряд, организация мобильная. Для нетранспортабельных больных, да, можно подкатить аппарат, сделать снимок и сразу посмотреть, что у него происходит. Достать осколок – это не самая главная цель оказания медицинской помощи. Самая главная цель – устранить те повреждения, же не угрожающие, которые этот осколок причинил. Санитарные автомобили и рентгенаппараты сегодня уже активно используют в медицинских ротах. Совместная поддержка фронта поможет оперативно оказать помощь и спасти тысячи жизней. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком.